Здравствуйте! Из соседского опыта, ребенок больше всего нуждается в вашей любви именно тогда, когда он меньше всего ее заслуживает. Именно об этом в нашей сегодняшней программе, которую ведем мы. Василий Ян и Альбина Ловецкая. Добрый вечер! А еще сегодня в гостях у соседей Светлана Иванова, заведующая детско-подростковым отделением Катарсиса. Светлана Викторовна, добрый вечер! Здравствуйте! Здравствуйте! 17 января Минздрав официально зафиксировал первую смерть в России от СНЮСа. Но, насколько мы знаем, учителя и родители уже больше года борются с этой проблемой. Расскажите нам, пожалуйста, что такое СНЮС? Действительно, где-то около полутора лет назад стали, по крайней мере, в Новгородской области впервые появляться такие вот случаи, рассказы детей о том, что появилась такая разновидность некурительного бездымного табака под названием СНЮС. Ну и, как я сказала, это действительно одна из разновидностей табака. Есть разные способы, как доставить никотин в организм, можно его выкурить, а в данном случае можно его пожевать. Используются для этого похожие на жбачки, да, вещества. Либо пососать, это сосульки, да, такие конфетки типа Монпансе, да, казалось бы. В состав такого вещества могут входить какие-либо другие растительные компоненты, да, добавки, вот, красители, сахарный сироп и тому подобные средства. Ну и поскольку все эти средства, они не являются сертифицированным продуктом, то до конца никто вам не скажет, что же все-таки содержится еще вот в этом вот пакетике, да, если это пакетик или конфетки. В чем опасность для здоровья? Ну, поскольку это никотин, про вред никотина все, в принципе, давным-давно уже вроде бы как и знают, да, и детям запрещено употребление никотина до 18 лет, как минимум, да, и продажа запрещена, да, то все некурительные, бездымные виды табака, они несут в себе точно такую же порцию, скажем, негатива, да, но разница только лишь в том, что, например, в одном пакетике такого вот бездымного табака, который продается, ну, в недавнем времени продавался в розничной торговле совершенно беспрепятственно, да, содержится столько же никотина, сколько приблизительно в двух пачках, да, а такой пакетик… И это за раз? Да, 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 то есть где-то минимум 40 миллиграммов никотина, да, бывают такие пачки, где содержится 60, 90, 100 с чем-то, 200, и даже если на пачке написано количество миллиграмм, то все равно, поскольку товар не сертифицирован, как вы понимаете, мы до конца… Да, да, и вот такой вот пакетик, он должен от момента поступить в кровеносное русло, да, то есть поскольку это через слизистую рта, там очень хорошее кровоснабжение, и это быстро, очень быстро распространяется по всему организму. Вероятно, поэтому и был зафиксирован уже первый случай, да, вот отравление, про которое вы сказали, да, потому что, представьте, такая огромная доза никотина, которая все-таки влияет огромное, оказывает огромное влияние и на нервную, и на сосудистую стенку, да, она поступает к ребенку, в кровь, кровообращение. Ну, мне кажется, что самый главный вопрос, а как распознать? Я понимаю, что если человек выкурил сигарету, то от него пахнет табачным дымом, да, если человек употребил алкоголь, то от него пахнет алкоголем. Как распознать? И какой эффект оказывает? Почему дети хотят этот слизист попробовать? Ну, если разделить ваш вопрос на две части, да, почему дети, начать со второй, почему дети хотят попробовать, потому что это дети, потому что это интересно, потому что это, ну, в кавычках, круто, да, поскольку это очень раскрученная тема в социальных сетях, да, то есть... Ну, понятно, что это мода, да, а какой эффект оказывает? Какой-то опьяняющий? Понимаете, вот поначалу мотивация ребенка-подростка, она для того, чтобы получить эффект, да, она для того, чтобы быть принадлежностью группы, да, для того, чтобы удовлетворить свой интерес. Та же история, что и с сигаретами, да, наверное? Естественно, абсолютно. И понятно, что дети, которые начинают использовать это, на что это влияет? Это может влиять на концентрацию внимания, на перепады, появляются перепады настроения, раздражительность, пыльчивость, неусидчивость, да, там могут быть головные боли, может быть рвота, да, если это выраженная интоксикация, такое может быть тошнота, рвота, боли в желудке. Если вот касается клинических проявлений, то это так, да, но потом самое важное, это психологическая зависимость, которая формируется значительно быстрее, потому что, как это не печально, но ведь привлекают, это же конфетки, да, это жвачки, они привлекают младших школьников, и вот мы... Наверняка они в какой-то красивой упаковке, все это... Конечно, и поэтому опасность-то в том, что очень рано начинают дети с очень большой дозой никотина, и поэтому, конечно же, если не интоксикация, то быстро формирующаяся зависимость со временем. Я понял, что если передозировка, там какие-то эффекты, которые понятны, что с ребенком что-то не то, а если вот этих эффектов еще нет, как можно по зрачкам, по поведению, по потере внимания, вот как это понять? Ну, вот здесь каких-то таких ярко выраженных проявлений может быть и не зафиксировано, да. Понятно, что поскольку препарат рассасывается, либо закладывается за верхнюю губу, очень быстро повреждается слизистая, да. То есть он как сжигает ее, да? Да, да, появляется раздражение на слизистой, и ребенок может пожаловаться на это, да, вот как вариант, да, жалоб. Но потом поведение меняется, потому что ребенок все равно, он уже понимает, что он делает что-то не то, да, и вот эти вот пакетики, появление коробочек дома, да, это тоже должно быть каким-то признаком. А потом это же все нужно где-то купить, да? Деньги нужны. Да, на это нужны какие-то деньги, как и на сигареты, да, в свое время. А все остальное, это точно такой же эффект, как и у любого никотин-содержащего препарата, да, то есть в этом отношении это всего лишь способ доставки, как я и сказала, никотина в организм, да, ну, в более высокой дозировке, поэтому он более опасен, да. Вы в своей практике сталкивались с детьми и подростками, употребляющими сниус. Расскажите о своем опыте. Ну, знаете, вот чисто опыт употребления сниуса, наверное, я не могу сказать, что это прям такое было, дети, которые госпитализируются на стационар, они рассказывают о пробах сниуса, но это происходит совместно с употреблением, предположим, алкоголя или другого дымного табака, да, то есть и то, и то, вот. Поэтому, что касается вообще первых проб и начала именно со сниуса, то, скорее всего, с этим можно столкнуться именно на профосмотрах образовательных учреждений, которые мы проводим регулярно на протяжении многих лет. И вот последний год мои сотрудники, они сталкиваются с тем, что выявленные в моче следы никотина, они как раз являются следствием употребления сниуса, причем, как правило, это средняя школа, да, это не обязательно старшеклассники, да, это вот начиная с пятого по седьмой класс. Да, вот дети рассказывают. Самый такой, наверное, и сложный, в принципе, это подростковый возраст, да? Да. Вы сказали, пробы берутся, то есть существуют какие-то анализы, тесты, каким образом еще выявляются? Да, конечно, мы проводим регулярно профилактические осмотры в образовательных учреждениях, и помимо беседы с врачом и экспресс-тестирования опросника, да, проводится еще и анализ биологических жидкостей на предмет содержания в них наркотических психотропных веществ. Вот. А какой срок действия вообще вот этих анализов? То есть ребенок употребил через какое время? Да, и вообще, если разовое, вот один раз он употребил... Если он употребил в течение недели, то мы это зафиксируем. Можно, да, зафиксируем? Да, конечно. А вообще родитель может догадаться о том, что вот зафиксировать это разовое употребление, или это очень сложно? Это достаточно сложно зафиксировать. Но я хочу сказать, что мы неоднократно сталкиваемся именно с вопросами на тему, как вообще понять, что с ребенком какое-то неблагополучие, да, что он начал употреблять что-то. И я про это многократно говорю, сегодня могу повторить, что существует такое понятие вот начало употребления, да, и оно, предположим, в возрасте там, нынче я считала, проводила, как обычно, итог года. Это где-то 15,4 года, да, средний возраст, начало употребления, да, но до этого среднего возраста, вот это уже, скажем так, когда ребенок пришел именно к препарату какому-то, да, но до этого проходит где-то за года два, за три, у ребенка начинают появляться какие-то трудности в поведении, да, в отношениях со сверстниками. У него может снижаться успеваемость, могут появляться прогулы в школе, могут быть какие-то проблемы с чувством одиночества, там, самопорезы, да, то есть самоповреждения, конфликты с родителями. Ну, то есть появляется неблагополучие значительно раньше, да, то есть препарат, он является уже средством какого-то выбора для того, чтобы либо снять напряжение, либо, ну, вот, как я сказала, принадлежать группе, которая принимает этого подростка, ребенка, да, либо, вот как мне недавно девочка рассказала, на днях я начала употреблять там таблетки для того, чтобы просто забыть ситуацию какую-то, избавиться от отрицательных переживаний, да, вот, если это совместить еще и с алкоголем, да, то на время ей удавалось просто снять вот психическое напряжение очень тяжелое, которое нарастало, и, как она сказала, им не было ни с кем поговорить, да, вот, я спрашиваю, почему ты не подошла к маме, да, вот, ведь мама же тебя любит, она бы с тобой поговорила, нет, я не могу с мамой об этом разговаривать, потому что она расстроилась бы и не смогла мне помочь, да, поэтому она выбрала таблетки, да, вот, не глупая, кстати говоря, девочка абсолютно, девочка, которая хотела бы, чтобы у нее появилась перспектива в жизни, и вполне себе обычный нормальный ребенок, который вот в любом городе проживает, учится в обычной школе. Сложно помочь в такой ситуации? Сложно только в том случае, если родитель не обращается за помощью, то есть все-таки, когда появляются такие проблемы, да, вот, приходит, как рассказывают дети на профосмотрах, приходит более старший подросток и рекламирует, что это круто, да, вот, попробовать снюс, это сейчас модно, это не безвредно и нужно, да, и целый класс собирает деньги на то, чтобы всем вместе употребить это, да, и единицы отказываются, вот эти единицы, да, вот эти белые вороны, они, как правило, что говорят, да, на том же профосмотре, да, ну, мне это не надо, ну, а как, вот, ты же, получается, тебе же сказали, ты не такой, как все, ты, там, лох, дурак, там, я не знаю, кто-то еще, да, такой ребенок, он абсолютно спокоен, он говорит, нет, все нормально мне, у меня нормальные родители, там, да, если что, я могу прийти к ним за помощью. Уверенный в себе, наверное, еще кто-то может. Абсолютно, да, то есть абсолютно уверенный в себе, потому что, любимый, потому что за ним стоит вот некая такая опора, стена, на которую может опереться в любую минуту, да, чтобы не произошло, да, ну, вот, либо другой могу привести пример, когда, опять же, на профосмотре ребенок рассказывает, что он однократно употреблял алкоголь в компании, да, пиво, я говорю, ну, как родители отреагировали на это? Он говорит, даже не спрашивайте, это был такой кошмар, говорит, ну, меня наказали, мне все объяснили, со мной поговорили по-хорошему, по-плохому, то есть, я говорю, понял, что нет, больше никогда, все, я был дураком, и с того времени больше никогда, поскольку, например, профосмотр проводится, если в маленьком муниципальном районе, где все друг друга знают, да, то я точно знаю там, что он говорит правду. Давайте ненадолго прервемся, после чего продолжим разговор, не переключайтесь, после паузы мы снова в студии. Сосиски сочные, папа может. Магазин одежды и убоги «Заходи» – это возможность приятного и выгодного шоппинга. На площади 8 тысяч квадратных метров для вас огромный выбор, качественные товары и доступные цены. Новогодние скидки 20% на весь зимний ассортимент. Заходи чаще, вплати меньше. Улица Октябрьская, дом 21, телефон 8-996-939-2020. С Новым Годом поздравляем! Пусть добро приходит в дом. Жить без гриппа и простуды всем желает Грипп Феррон. Распродажи шуб на новоторжской ярмарке. Все в диалог с 22 января. Магазины белья и домашнего трикотажа «Ближе к телу». Одежда и обувь для дома, нижнее белье, купальники и плавки, домашний текстиль. Цены на любой кошелек. Подарочные сертификаты. Скидка в день рождения 15%. Ломоносово 13 и Кочетово 8. Чтоб тело в комфорте было твое. Иди покупай ближе к телу белье. Многие уже забыли, какие дороги были в Новгородской области 3 года назад. Конечно, дорожное строительство в Новгородской области можно уделить повышенное внимание. Ситуация начала меняться в 2017 году. На дороге было выделено более 4 миллиардов рублей. В 2018 году битва за дороги продолжилась. Работы развернулись не только на трассах, но и в райцентрах, включая Великий Новгород. 2019 год стал в России стартовым для национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За три года почти 2000 километров новгородских дорог были отремонтированы. До 2024 года в рамках нацпроекта будут приведены в нормативное состояние еще 2200 километров. Итак, мы продолжаем. Скажите, пожалуйста, как же действовать родителям, которые поняли, что ребенок употребляет снюс? Ну, первое, что хочется пожелать, чтобы не сразу же пускаться в какие-то обвинения, да, и в крики, вопли, а по крайней мере понять, что происходит. Да, потому что если ребенок пришел с этим, он доверяет, он хочет получить помощь, да, это уже круто, да. Если даже он не пришел с этим, но родитель зафиксировал, то желательно эту ситуацию вскрыть, да, не замалчивать, потому что мы знаем случаи, когда родители просто боятся самому себе признаться, да, например, что ребенок курит. Делают вид, что ничего не произошло. Делают вид, что ничего не произошло, пока уже это не становится абсолютно явным, да. В данном случае я бы порекомендовала все-таки принять этот факт, да, как то, что он совершился, да, и с этим нужно что-то делать. И первое, это просто поговорить с ребенком, понять, что случилось, зачем это ему нужно, как это произошло, да, и понять вместе с ребенком, какая нужна помощь, чтобы этого дальше не повторилось, да. Ну, то есть вот, как говорится, всыпать ремня или сразу к специалисту, или сначала поговорить, если вдруг, то тогда уже действовать и идти к специалисту. Ну, поговорить это в любом случае, да, то есть без этого никак нельзя. То есть поговорить, отнестись с пониманием, принять проблему, принять не значит попустительствовать, да, а просто принять, что она есть и с ней надо что-то делать, да. Обратить внимание по-серьезному, да, то есть быть живым в этом процессе, да, понимать, что вот это произошло, и нужно как-то живо на это реагировать, а не делать вид, что этого не произошло. Это важно. И вот в данном случае вот ваше выражение ремня – это более живое, нежели вообще не обращать внимания, да. Главное, как вот посыл какой в этом ремне – это агрессия, ненависть и злость, тогда это бессмыслится, да, и это никому не помогало, да. А вот с любовью, что называется, да, когда вы там говорите, может быть, достаточно жестко с ребенком, да, объясняете, может быть, даже запрещаете что-то, да, ну, предупреждая, конечно, перед этим, да, то есть какие-то запреты вводите, это достаточно жестко, это непопулярно для ребенка, да, но при этом это от любви исходит, да, тогда это работает. И вот дальше, если вы чувствуете беспомощность, бессилие, и вам кажется, что ваших ресурсов не хватает, в любом случае можете обратиться за помощью к специалистам, да, всегда про это нужно помнить. По крайней мере, вам дадут какую-то консультацию и по каким-то психологическим проблемам, которые могут быть причиной, да, вот всего этого. А вот опять же, возвращаясь к родителям, обращаться сначала родителю самому или уже сразу с ребенком идти? Могут быть различные варианты, могут быть сразу же с ребенком, могут быть с родителю самому, не приветствуется только один вариант, обращается один ребенок. Это уже самая крайняя, наверное, стадия уже. Ну, к сожалению, да, когда к нам приводят ребенка и говорят, пожалуйста, починить его как холодильник, да, а я тут ни при чем, у меня работа, у меня там вот это, вот это, вот это, вот это, да, но, к сожалению, это не работает. Я могу понять все, и работу, и занятость, и бессилие, там, много детей, там, все что угодно, но это не работает, потому что ребенок не холодильник, он не чинится, да, то есть с ним приходится все равно взаимодействовать. Светлана Викторовна, давайте о профилактике поговорим. Если тревожных звоночков никаких нет, нужно ли разговаривать с ребенком на эту тему и в каком возрасте начинать? Ну, с учетом того, что, как выясняется, это в среднем возрасте появляется, да, то желательно, наверное, в этом же возрасте приблизительно и разговаривать с ребенком, по крайней мере, о табакокурении. Появляется, по крайней мере, в нашем регионе, мы зафиксировали на профосмотрах где-то с четвертого, вот приблизительно, класса, ну и дальше. С четвертого класса. С четвертого, пятый, шестого и так далее, да. Дети уже знают, по крайней мере, про табакокурение это знают, в принципе, и раньше, да, вот, но именно вот в настоящий момент проснется, да, это приблизительно конец начальной школы, да, вот такой вот младший, средний школьный возраст, да. А как строить разговор правильнее? Важно не рассказывать о том, какие бывают психоактивные вещества, да, и об их действии, да, а прояснять ситуацию, да, вот, прояснять информацию о том, как обстоят дела в классе у ребенка, да, чем занят класс, чем заняты одноклассники, да, чтобы понять вообще, что происходит, происходит или что-то. И вот если информация о табакокурении еще о чем-то возникает, то желательно уже проговорить о тех последствиях, которые могут быть, да, и самая лучшая профилактика, конечно же, это пропаганда здорового образа жизни, да, мы сегодня сталкиваемся с чем? Что большинство первых проб алкоголя, например, да, она происходит в семье, на семейных праздниках. То есть добровольно родители сами, да. Да, это самое лучшее со мной, чем там, во дворе, да. Да, да, да. И я опять же не устаю повторять, что случаются отдельные ребята, их очень мало, да, которые могут сказать, что я не пробовал алкоголь, да, и когда я задаю провокационный вопрос, этого не может быть, но как такое бывает, даже с родителями шампанского не выпил на Новый год. Они на меня смотрят так немного странно и говорят, вообще-то у меня адекватные родители, то есть они мне такого бы никогда не предложили. Вот, но это бывает редко, да, то есть в основном предлагают и считают это нормальным, и на родительском собрании говорят, а что такого, я же пиво пью, и что со мной, ведь все нормально. Ну, в этом случае нужно профилактику уже с родителями проводить, а не с детьми. Ну, да, вот в этом случае мне все время хочется рассказать один анекдот, хотя тема не смешная, но, собственно, анекдот относительно смешной, да. На меня в детстве упал патефон, и ничего не случилось, и ничего не случилось, ну и так далее. Делайте выводы сами, да. Если родительские наставления не помогают, все-таки куда обращаться? У вас есть возможность обратиться к нашим соседям и рассказать о своих контактах? Ну, уважаемые жители города и Новгородской области, я думаю, что вы знаете про учреждение наркологический диспансер «Катарсис», и уже много лет работает в этом учреждении детско-подростковое отделение, которое как раз призвано помогать несовершеннолетним, а также их родителям по всем трудным вопросам, связанным с детско-подростковым возрастом. Да, дети — это классно, это круто, это очень здорово и интересно, но вместе с этим возникает очень много вопросов и проблем. И у нас существует и работает долгое время школа успешных родителей в форме вебинаров, вы можете посмотреть информацию об этом на сайте. Если у вас есть какие-то вопросы, вы хотите записаться к психологу на консультацию, вы можете позвонить по телефону доверия. Его номер указан точно так же на сайте нашего учреждения, он есть в федеральном формате, это бесплатно для жителей всего региона. Да, и есть обычный номер стационарный, который бесплатен для жителей Великого Новгорода. Пожалуйста, обращайтесь. Большое спасибо, Светлана Викторовна, мы благодарим вас. И напоминаем, что с редакцией можно связаться по телефону 638-005. Мы еще раз благодарим нашу гостью и прощаемся с соседями. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.